я продолжаю гулять по краснодару время же победу надо пообедать чтобы уже все до вечера вечером только в поезде чай попить набрала вот но такое вот заведение называется риднохатка посмотрите какой интерьер тут обалденный как тут красиво бизнес-ланч 250 и 300 рублей мне принесли салатик из свеклы с яблочком и суп лапшу я заказала немножко попозже просто и жаркое спросил у девочки разрешения поснимать их интерьер смотрите как классные а вот и какие-то тут деревянные сделаны всякие инсталляции кстати как девочки одеты балалайки всяческие висят люлька настоящая тарелочкой вверху посмотрите на полках горшки стоят и ко мне подошла бармен и говорит а давайте вас фотографирую и мы потом разговорились у нас просила откуда я скажу что из перми так у вас нрав понравилось я тут буквально несколько часов в краснодаре зашла к вам покушать и потом меня ждал сюрприз канал называется обычная женщина обычная женщина девочки представляете подарили наше говорит варенье Домашнее варенье написано сладкой жизнью. Куляю я по улице Красной в Краснодаре, а вот это корчма, в которой я сейчас кушала. Во-первых, очень вкусно, во-вторых, интерьер обалденный, в-третьих, и порции такие хорошие. Я пообедала, потому что до вечера я пока в поезд уже не сяблюсь, уже есть ничего не буду. С двумя кусочками пиццы не обошлось, что-то я никак не елась. А иду сейчас уже в обратную сторону, я сюда шла, а сейчас иду, развернулась, пошла обратно, потому что не к четырем часам нужно забрать чемодан в камере хранения, ну, примерно там четыре с копейками, во сколько я его сдала, если мы в 10.30 приехали, ну, где-то, может, в 10.45 я его сдала на шесть часов. Ну, соответственно, где-то в 4.40 я его должна забрать, а время уже в четырем подходит, мне еще надо до вокзала добраться. так, так, смотрите, какой тут торговый центр, еще всяких магазинчиков, инсталляцию вам хочу показать возле филармонии краснодарской. Дума красный свет на стажану, да. Вот такие же опять велосипедики. 90 рублей час, видите, написано 150 рублей день. Катайся целый день, заступься минуту 2 рубля. Как начать поездку? Скачайте приложение в Google Play, зарегистрируйте, пополните баланс приложения, выберите тариф, отсканируйте QR-код на руле или замке. Видите, как здорово, как удобно, в Перми нет такого. Ну, может, сейчас есть, но я что-то не видела. Сосеньки похожи на анютины глазки. А рядом, ну, что? Пошмар. Так, Ростельком Краснодарский. Народ хочу вам показать. Краснодарская филармония имени Григория Панамаренко. Краснодарская филармония. Смотрите, какое красивое здание. Весь памятник. Мужик с гармошкой. Мужичок с гармошкой. Панамаренко Григорий Федорович. А сейчас... О, смотрите, как красно. Стрельки. Стрельчики не переплетенные. Я вообще хочу вам другую вещь показать. Смотрите, какая инсталляция. Дореволюционный Краснодар. Вот лица чугуна, наверное. Казаки на лошадях. Казачки. Класс, да? И тут вечером, наверное, летом подсветка и фонтанчики еще. Вот еще одна инсталляция. Дамочка на балкончике какая-то стоит. Видите, красиво. Здание трехэтажное. На площади церковь, видимо, да? Люди вошли из церкви, общаются. Тут тоже на балкончике кто-то стоит. И тут тоже трехэтажное. Дом класс. Здесь инсталляция прямо на улице. История города. Здорово. А сразу вот напротив ресторан-сыроварня. И смотрите на крылечки, как тут оформлено крыльцо. Бочки, какие-то фляги с молоком, дрова, сено. Сыроварня. Видите? Это, не знаю, какое-то здание административное. Я думаю, что это какая-то администрация, наверное, губернатор. Тут, может, не видно. Там далеко не подходить. Уже не буду читать. Ну, тоже красивое. И причем сверху герпер ССР. Я бы смотрела наверху. Видите? Никто ничего не сносит, не отколачивает. Серп и молот наверху, потому что построено еще при Советском Союзе. А это сквер Шукова. И вот тут есть... Как оно правильно называется? Я вам скажу. Угазатели здесь. Филармония. Памятник композитору Пономаренко. Ну, это около филармонии. Краснодарский академический театр драмы. Дальше. Здесь храм-часовня в честь Александра Невского. Мамориальная арка. Имя гордится Кубань. Фонтан. Розовый утро. Где этот фонтан? Памятник казакам-основателям земли Кубанской. Так. Дальше что там? Скульптура. Кошелек. Скульптура, кошелек. Куда идти? Где кошелек? Пойдем по скверу Жукову прогуляемся. Все цветет. Елочки. Не елочки, туи. Видите, это уже подстрижено. У меня много медленной дачи так же туи подстричь. Что-то я как-то даже не задумывалась об этом. Сейчас вот подумала, что надо. Цветет все. Не знаю, что это цветет. Луча, вишня, черешня, что у них тут слива. Но цветет все. Все фруктовые деревья цветут. И в Крыму, и на Кубани. Вот эта арка наверху. Кто? Георгий Победоносец, да? По-моему, если он дракона убивает, обычно так изображают Георгий Победоносец. Так. Это, наверное, памятник Жукову, конечно же. Точно. Памятник Жукову, Георгию Жукову. Ну, соответственно, наверху Георгий Победоносец. Вот эта арка. Победоносная арка. Слушайте, опять храм у меня впереди. Вот это меня, наверное, Бог ведет. Пойду, наверное, зайти в храм. Я вот гуляю по разным городам, и всегда храм у меня по дороге. Пойду я, наверное, схожу в храм. Красивое какое кафе. Здесь фонтан. Я, думаю, с подсветкой, наверное, летом. Красиво очень. Сейчас весна. И не попала я в самое красивое время года. Так. Началась четвертая неделя Великого Пуста. Красиво. Расписание. Верхний храм закрыт, а нижний открыт. Сколько тут икон всяких старинных. Тоже. Как и в том же храме, который я вообще даже не знаю. Игнатий. Я не видела вообще таких кунт даже ни разу в жизни. Затворник. Феофан. Затворник. Феофан. Феофан. И вот знаете, понимаю, что в жизни все-таки все случайности не случайны, а действительно. Я пошла в храм, думаю, я поставлю свечку Богородице. У меня есть как бы свои там какие-то просьбы, молитвы к ней, именно к Богородице. Шла об этом, думала и думала именно Богородице. Я зашла в храм, девочки. А там просто, просто весь храм, там столько икон Богородицы. Там Владимирская Богородица, Казанская, Иверская, Семстрельная икона. Ну там двадцать, наверное, икон. И именно Богородица. Разные. Разные иконы Богородицы. Поставила свечки за своих детей, за сына, за дочку и за маму. И вот сижу, прям, знаете, мне как-то просила так, за слез. Как-то вот пробрала. Хорошо сейчас так сижу на улице. Пятерочек, солнышко-то выглядывает и пропадает. Вот так вот привела меня дорожка. Краснодар, храм Александра Невского. Ежу по разным городам и в первую очередь я прихожу к святым местам, к храму. Может так надо, я не знаю. Вот как у каплочки. Минокрашенная такая. Минокрашенная такая. Минокрашенная. Я на вокзал, наверное, уже поедала все-таки. Осталось, потому что совсем не было времени. Я боюсь, что мне потом придется доплачивать за чемодан. Какая-то с другой стороны 3 часа сидеть на вокзале. Ну что, вот я пришла к памятнику Ленина. Вот такой кружочек я сделала. Я ушла туда, вернулась вот сюда. Там у нас же город зал. Времени уже почти 4. Нужно идти забирать чемоданчик. Прогулялась по Краснодару, по центру Краснодара. Мне очень понравилось. Красиво. Центральная часть. По крайней мере чистенько, ухоженно. У меня осталось 3 часа до поезда. Посижу где-нибудь на лавочке, отдохну. Может с вами поболтаю. Я зашла через другой вход. Сюда. Смотрите, здесь оказывается еще есть туалет. Это туалет мужской и женский. А дальше камера хранения. Пойду чемоданчик заперу. Смотрите, какие расценки. Один час сто рублей. Один триста пятьдесят. А если на сутки восемьсот рублей. Чуть побольше тысячи. Ты еще двести представляете. Вон там. А в Анапе шестьдесят рублей. Хоть сколько там твой чемодан лежит. И вот здесь. День сезон. Приехала за своим. Да здесь моим. А это смотри. Я за своим приехала. От меня. Привет мамочки. Солнечные передали. Продолжение следует...